Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем тему о пересадке орхидеи. На примере пересадки орхидеи Переатпекут я хотела бы вам рассказать о таких важных свойствах субстрата, как структура, влагоемкость, влажность, аэрация, которые определяют состав и направление развития микрофлоры. Как мы уже с вами выяснили, Субстрат – это среда, в которой располагается корневая система растений. Субстрат должен отвечать следующим требованиям – не выделять токсичные вещества, не нарушать питательный режим и не изменять зильную реакцию питательного раствора, иметь высокую пористость, что определяет хорошую орированность и водоудерживающую способность, иметь высокую поглотительную способность, обладать прочностью при использовании, что обеспечивает улучшение дренажа и аэрации корневой системы, иметь хорошую теплоемкость, не содержать семена сорняком и патогенные организмы, а также иметь низкую объемную массу. При выборе субстрата исходит из их стоимости, доступности и типа гидропонного метода, для которого данный субстрат предназначается. Все субстраты подразделяются на органические, минеральные и синтетические. К органическим субстратам относятся тор, древесная кора и опилки. Я предпочитаю при пересадке своих орхидей использовать древесную кору средней и большой фракции. Что касается минеральных субстратов, то их находит применение в чистом виде или в различных сочетаниях, в том числе с органическими субстратами. В зависимости от взаимодействия с питательным раствором, минеральные субстраты могут быть инертными, это керамзит, минеральная вата и другие, и активными, такие как циолит и вермикулит. Что касается факторов, влияющих на поглощение воды растения, то к ним относятся 1. Почвенная влага, 2. Аэрация почвы, 3. Температура почвы и 4. Эффективность работы самой корневой системы. Также я бы хотела акцентировать внимание, почему при пересадке орхидей необходимо использовать кору, как я это делаю, разные фракции. Это мелкой, средней и крупной, как вы можете это увидеть на экране. Пустоты между частицами коры заполнены газом. Это кислородом, азотом и углекислым газом, водой или газожидкостной смесью. Если пустоты целиком заполнены водой, то это сильно затрудняет перенос кислорода, так как растворимость кислорода в воде очень мала. Оптимальная влажность субстрата варьирует в зависимости от природы и дисперсности материала. Влажность различных материалов может существенно различаться, но при этом должно соблюдаться одно самое главное условие. Свободное газовое пространство или отношение газового объема к общему объему субстрата не может быть ниже 30%, иначе начинается кислородное голодание. Айрация в субстрате осуществляется за счет естественной диффузии через макроперфорацию. Естественной диффузии часто оказывается недостаточно, когда объем субстратного блока слишком велик. Айрация не только поставляет кислород, но и удаляет углекислый газ и часть воды. Таким образом, можно сделать вывод. Структура субстрата определяется дисперсностью составляющих его частиц и их механической прочностью. Твердые частицы небольшого размера создают хорошую структуру субстрата, обеспечивающую достаточную аэрацию и оптимальную плотность. Именно поэтому массу субстрата упрощенно можно рассматривать как трехфазную систему, состоящую из твердой, жидкой и газовой фазы. Твердая фаза – это кора, которая имеет свою структуру, дисперсность, плотность и упругость. Жидкая фаза – это влажность коры, ее влагоемкость. И газовая фаза – это газообмен, уровень углекислого газа, аэрация субстрата. Обращаю ваше внимание, твердая, газовая и водная фазы субстрата тесно связаны, и при приготовлении субстрата необходимо учитывать состояние каждой. Например, в переувлажненном субстрате газовая фаза становится слишком маленькой в объеме, то есть вытесняется водой, и уже не обеспечивает необходимого уровня газообмена или аэрации. Вследствие этого в субстрате формируются анаэробные условия, которые неблагоприятны для нормального и полноценного функционирования вашего растения – вашей орхидеи. Таким образом, необходимо акцентировать внимание на оптимизации физических свойств субстрата, которые можно проводить по различным параметрам, например, по структуре, влагоемкости, плотности, аэрации, размерам и массе коры. Каждый растительный субстрат имеет свои особенности. В ряде случаев оптимизации физических свойств можно достичь при сочетании различных типов растительного сырья. Именно поэтому при пересадке своих орхидей я использую кору, мелкой, средней и крупной фракции, моксфагну, древесный уголь и не использую торм. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии, задавайте видео-вопросы, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще много нового и интересного. Всем спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok